Здравствуйте! Продолжаем наш плейлист по оптимизации кода. Сегодня мы посмотрим на глобальные и статические переменные. Давайте для начала вспомним теорию из третьего видео. Мы знаем, что есть глобальные переменные, то есть такие переменные, которые доступны из всех областей видимости, у которых есть подводный камень, что если вы измените такую переменную где-то в одной функции, она, соответственно, поменяется во всех остальных функциях, это может вызвать нарушение работы программы. И, наконец, есть статические переменные. Существуют только в области видимости порождающих их функций и не уничтожаются при выходе из этих функций. В качестве примера давайте посмотрим на результат оптимизации из третьего видео. Итак, давайте посмотрим, что еще можно здесь оптимизировать, применяя полученное знание. Мы видим, что здесь у нас есть структура параметров, которую, как мы помним, передаем в функцию для обработки данных. Наверное, ее можно сделать глобальной. И сама функция обработки данных, здесь массив bounce check можно сделать статически. Давайте посмотрим на оптимизированный код. У нас появилось объявление переменной pass парамс как глобальной. Посмотрите на строку 3. Затем мы изменили вызов функции обработки данных. Теперь она принимает в себя только данные для обработки. И, наконец, посмотрим на саму функцию обработки данных. Мы объявляем опять глобальную переменную. Затем на строке 5 мы создаем статическую переменную. И в явном виде инициализируем ее. Давайте посмотрим, что происходит с точки зрения быстродействия программы и потребления памяти. Вызовем профилировщик. Запустим код. Отлично. Получили первые результаты. Сохраним их в скриншоте, чтобы было легче сравнивать. И теперь перейдем к оптимизированному коду. Давайте сравним результаты работы. Итак, мы видим, что полное время исполнения программы поменялось на полсекунды. Затем мы видим, что память allocated, то есть память, которая заняла программа, составила 4 килобайта самой программы. Мы видим, что программа освободила больше памяти. Это произошло за счет того, что мы более эффективно использовали данные. И, наконец, пиковое потребление памяти тоже сократилось. Итак, как мы убедились, применение статических и глобальных переменок упрощает и ускоряет ваши программы, приводит к меньшему потреблению памяти. В следующем видео мы посмотрим на то, как мы оптимизируем программу полностью с применением всех полученных знаний. Спасибо за внимание.